Третье заседание в рамках клуба любителей молока собрало в зале Савушкиного продукта настоящих ценителей этого благородного молочного напитка, а также тех, кто тщательно следит за питанием своей семьи и выбирает на стол только качественные полезные продукты. Каждый раз мероприятие меняет свою тематическую составляющую и в первую очередь призвано дать ответы на те вопросы, которые покупатели оставляют на сайте компании. Кажется, что каждый человек знает все. На самом деле, как говорят мудрые пожилые люди, век живи, век лучшийся. Поэтому каждая встреча – это новое эмоции, новое мнение от людей, которые получаем мы, обратную связь, что бесценно на самом деле. И я очень надеюсь, что это полезная информация для наших потребителей, потому что основная задача, которую мы ставим – это сделать наших потребителей грамотными. И еще раз повторюсь, выбор, который они делают в магазинах, приходя за продуктами питания, должен быть осознанным. Всем нам с детства говорили, что молоко – это наше здоровье. Испокон веков этот продукт считался одним из самых необходимых в рационе питания человека. Согласно данным ученых, один стакан молока содержит 25% от дневной нормы кальция, 22% – от дневной нормы витамина В2, 18% – фосфора. Особенно молоко и молочные продукты полезны людям, страдающим остеопорозом, болезнью, при которой кальций вымывается из костей, и человек становится более подверженным к переломам и тяжелым травмам. Молоко – это, прежде всего, продукт, богатый кальцием, который из него усваивается практически полностью. Также содержится очень много белка, который тоже из молока усваивается полностью, что является тоже незаменимым для организма. Очень полезный продукт для детей и больных остеопорозом. Широко используется при головной боли, при мигрениях, используют молочные коктейли. Используется в косметологии, так как хорошо снимает раздражение, улучшает свойства кожи, питает и увлажняет. Всем известны ванны клеопатры молочные. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как из нескольких сотен тонн молока на свет появляются наши любимые питьевые йогурты, сметана, сыр, творог? Думаю, что такими знаниями могут похвастаться немногие. А потому один из главных пунктов маршрута – посещение большого производства, разделенного, как светофор, на три составные части соответствующего цвета – зеленого, желтого, красного, в зависимости от степени участия человека в работе механизма. Бесспорно, такие объемы и масштабы, а также уровень технического оснащения заставляют удивляться даже тех, кто по роду своей деятельности был связан с производствами. Подкупает сама эта технология, которая без, ну, закрытая полностью, стерильность, и вообще, конечно, продукты чувствуются, что хорошие. Ну, много раскрыл я такое то, что казалось немного так недоверчиво к этой продукции. Сейчас, конечно, я полностью согласен с этими и доверяю этой продукции. Встречи в рамках клуба любителей молока будут иметь свое продолжение. Принять участие в них может любой желающий. Для этого необходимо лишь правильно ответить на вопросы тематической викторины, размещенной на страницах предприятия в социальных сетях. Специалисты компании свяжутся с вами и пригласят на очередное заседание. Продолжение следует...